В 1917 году на территории распавшейся Российской империи появились новые государства. Украина, ОНР, Беларусь, БНР и самая заядлая для советской власти, Польская Республика. И спокойная жизнь этой страны была прервана в связи с попытками Советской России вернуть прежние земли империи под власть Москвы. 3 марта 1918 год. Подписывается Брест-Литовский договор, по которому Россия обязывалась абсолютно исчезнуть с территории Украины, Эст-Фляндии и Лифляндии, а эти территории уходили под протекторат Германии. 11 ноября 1918 года, когда закончилась война и Германская империя была ликвидирована, Россия перестала соблюдать договор. РСФСР начала боевые действия на территории Литвы, Беларуси и Украины. Польша успела взять Вильнюс до прибытия туда Красной Армии. Советы взяли Украину и Беларусь и подошли к польской границе, образовав прямой советско-польский фронт к декабрю 1919 года. Далее началась битва за Беларусь, где силы были примерно равны, а в Украине польские войска превышали советские в три раза, поэтому было переброшено 10 тысяч бойцов в Беларусь. 25 апреля 1920 года польские войска атаковали позиции Красной Армии по всей протяженности украинской границы, взяв Винницу. На следующий день Юзеф Пилсудский выступил с обращением к украинскому народу в Житомире, подтвердив его право на независимость, а Симон Петлюра укрепил незыблемую связь между Польшей и Украиной. 7 мая поляки и украинцы освободили столицу, отбив рабоче-крестьянскую Красную Армию РККА, а также пробили на фронте плацдарм глубиной в 15 километров. После такого унижения Красная Армия отвела свои войска с фронта на севере и всеми своими собравшимися силами ударила по Киеву, взяв его 4 июля. Между тем, положение польских войск ухудшилось не только на белорусском, но и на украинском направлении. Главной целью фронта являлся захват Львова, который защищали три пехотные дивизии, 6-й польской армии и украинская армия под командованием Михаила Омельяновича Павленко. 9 июля РККА взяла город Хмельницкий, а 12 июля штурмом овладела Каменец Подольским. 25 июля Юго-Западный фронт Совета вначал Львовскую наступательную операцию, однако овладеть Львовом так и не смог. Тойдя аж до границ Восточной Пруссии на Зеверо-Западном фронте, Красная Армия решила все-таки брать Варшаву. По словам Троцкого, сам Ленин дал распоряжение захвата Варшавы, поскольку тот был уверен в революционной подготовленности польского пролетариата. Общая численность личного состава расходится во всех источниках. Можно лишь с уверенностью сказать, что силы были примерно равны и не превышали 200 тысяч человек с каждой стороны. Тухачевский планировал форсировать Вислу и начать атаку на город с запада. 13 августа Советы взяли Радимин в 23 километрах от Варшавы. Далее подключились сама Франция на помощь к Польше, вместе с которой был разработан план контрнаступления. Он предусматривал концентрацию сил у реки Вепш и нанесение внезапного удара в тыл войск Западного фронта. Польская радиоразведка перехватила приказ Красной Армии о наступлении на Варшаву 14 августа. Чтобы опередить Советов, поляки ударили измолденно по растянувшемуся фронту Тухачевского и прорвало его, вернув Радимин. Получив информацию радиоразведкой о слабости Мазырской группы, против нее сосредоточили двойной перевес бойцов, начав охват Владавы. Ситуация была усложнена для России, поэтому Советы думали о Варшаве с меньшим энтузиазмом. Когда поляки отбили столицу, противные войска отошли аж до Львова. В результате поражения под Варшавой советские войска Западного фронта понесли тяжелые потери. По некоторым оценкам, в ходе Варшавского сражения погибли 25 тысяч красноармейцев, 60 тысяч попали в польский плен, 45 тысяч были похищены немцами. Тем временем, польские потери составили около 15 тысяч человек. Стороны разошлись и начали новую подготовку. Планы Красной Армии были на взятии Владавы и Бреста, а поляков Гродно и Волковыска. Начав осуществление задуманного, случилось сражение при Кормине, оборона РККА была прорвана и поляки взяли еще и Ковель. 20 сентября 1920 года началось кровопролитное сражение за Гродно. Поначалу полякам везло, однако 22 сентября войска Тухачерского подтянули резервы и восстановили положение. Тем временем, польские войска вторглись в Литву и двинулись на Друскенники. Захватив мост через Неман, поляки вышли во фланг Западному фронту. Ночью Вторая Речь Посполита взяла Гродно. Пилсудский хотел развить успех, но его амбиции прервались усталостью его войск, и красные дивизии переформировались и реализовали оборону. Сражение на реке Неман было неудачным для Польши, но они захватили пленных. 12 октября, с подписанием перемирия, поляки вошли в Минск и Молодечно. В тот же день представители Польши, Украинской и Белорусской ССР и РСФСР подписали окончательный мир, по которому Россия обязалась не вмешиваться в дела Польши, а та покинуть Минск и признать суверенитет Украины и Белоруссии. 18 марта 1921 года в Риге между Польшей и РСФСР был подписан Рижский мирный договор, подведший окончательную черту под Советско-Польской войной. Результаты. Поляки взяли в плен 80 тысяч советских солдат, оставшуюся часть из которых подмену вернули в Россию. В 1919 году Польша получила от США 260 тысяч тонн продовольствия. До 1921 года поляки приняли помощи от Америки и Франции в общей сложности на 100 миллионов долларов. И я не шучу. Самый важный итог войны заключается в том, что ни одна страна не добилась того, чего хотела. Они вернулись к прежним довоенным границам. Однако сильно потрепали свои народы, в особенности разделенных украинцев и белорусов. Например, вот плакат Белоруссии иллюстрирует позорный Рижский договор, который разбивает страну надвое. Через 20 лет Польша и СССР поплатились за это. Первая была поделена Гитлером и Сталином, а Союз потерпел самые крупные потери за свою историю. Ну а на этом все. Президенты стран, пожалуйста, оставайтесь в границах своих государств. А мои подписчики, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok